Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое стало весьма распространенным в последние годы. Чаще всего поражает легкие, но затрагивает и другие органы и системы. Заразиться туберкулезом просто, но, как правило, организм человека может сам справиться с бактерией. Заболевают же обычно люди с низким иммунитетом. Иммунитет наш, конечно же, в первую очередь зависит от нашего образа жизни. Здоровое питание, здоровый сон, физическая нагрузка. Клиническая симптоматика его следующая – это кашель вначале сухой, потом с мокротой, возможно, кровохаркание, следы крови в мокроте, потливость дневная, особенно выраженная ночная потливость. Далее, повышение температуры тела, слабость, ломота в мышцах, костях. Туберкулез коварен тем, что медленно развивается. При первых подозрениях стоит незамедлительно обратиться к терапевту, который после осмотра по необходимости направит к узкому специалисту в тезиатру. Также врачи рекомендуют ежегодно проходить диспансеризацию, включающую флюорографию. Детям, как правило, ежегодно делают пробу МОНТУ. Она не является прививкой, не является вакциной. Она просто показывает наличие микобактерий в организме, проявляя той или иной реакции. Также есть метод исследования диазкин-тест, это для взрослых. Также подкожное введение элементов микобактерии. 24 марта во всем мире проводится День борьбы с туберкулезом. Организуются лекции, семинары. В Ленинском городском округе врачи приходят в школы, чтобы рассказать учащимся о заболевании и мерах профилактики. В 1882 году Роберт Кох объявил о своем открытии. Он открыл туберкулезную палочку. И потом она в процессе была названа палочкой Коха, то есть по его фамилии. И благодаря этому исследованию удалось разработать лечение против этой инфекции. Туберкулез лечится, конечно, если пациент соблюдает рекомендации врача-автезиатра. Принимает лекарства, которые блага есть, и они эффективные. Ведет здоровый образ жизни. Не курит и не употребляет алкоголь. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиднетВ.